Ребят, всем привет! Танкисты, привет-привет! Танкисты и танкистки, как настроение? Сегодня запускаю первый раз рубрику, реплей от подписчиков. Надеюсь, что вам зайдет. Прошу всех ребят, кто меня смотрит, присылать также на мою почту, она указана над вебкой, прислать свои реплеи, желательно с послебоевой статистикой. Ну а сейчас вашему вниманию предлагается реплей от моего Соклана. Смотрите, перед нами ИС-2 1945 года. Это ИС-2 победный танк 7 уровня. Обожаю, обожаю реплей, когда герой наш находится на дне списка. Вы видите, что против нас танки 8 уровня в количестве трех штук Т-304. Он очень опасный для нас в этом бою, потому что он великолепно может отыгрываться от башни, от своих углов склонения орудия. Как видите, наш герой сейчас приезжает выцеливать стандартную позицию, где могут стоять ПТ. Блайн зашел, не зашел, мы не знаем. Я так полагаю, что все-таки ИС-2 стоит не там. Но вот здесь уже выкатывается Т-304, он его засветил. И ему легче гораздо пробить нашего героя, потому что пробитие у Т-34 просто безбашенно. 248 пробивает в лоб даже Тигра 2-го. Наш герой решил все правильно сделать, не бодаться лоб в лоб с Т-34-кой, потому что по хорошему противостоянию будет проиграна здесь все гениальная пушка советского танка. И земля убита. Так, ну смотрите, КД 12,6 секунд. Я так полагаю, что у нашего героя стоит все на сведение. Т-351, непрошедшая альфа. Такое вы часто будете встречать на танке с альфой 400. Так, ну тут смотрите, наш герой решил падать вниз. Команда потихоньку сливается. Т-304 никак не хочет отпустить его. То смотрит его, то зацеливает, то потом не обращает внимания. Вот на самом деле очень зря он теряет драгоценные минуты. Так, КВ-3 практически у нас находится в ангаре, 200 хп. Команда уже проигрывается с отсчетом 4-1. Так, Т-34-ка получается прошедшая альфой 422 и теоретически шотный для нашего героя. Ну, очень опасно выкатываться назад, потому что сзади наверняка уже ИСУ. Прошедшая альфа и забирает. Обалдеть! ИСУ не пробивает в корму нашего героя, о чем я вам и говорил. Что Сушки всегда на позиции сзади стоят в кустах. Так, здесь наш герой не заряжает осколочно-фугасный, потому что получил повреждение гусеницы. И фугас мог не зайти наверняка на фул. Правильное дело, что в этой ситуации на верочку бьет ББшка. Ну, Т-71 не представляет большой опасности для нашего героя. Так, и наш герой, вот видите, почти фул хп остается. Это очень правильно, беречь весь запас прочности на конец боя. Опять танкует! Мы танкуем всеми частями. Это про ИС-2 и все советские тяжи. Все, 1140 хп, разбираем потихонечку СУ-152, который, наверное, не догадывается зарядить кумулятивный снаряд. И получается прошедшим перком на 500! Все, он шотный для нашего героя и уже он просто беспомощный. Просто он сделать ничего не может. Но надо было ему притереться хотя бы к скале. Ну, не сейчас, а, конечно же, до того, как получил первую плюшечку. Так, ну, и будет ли фугас? Будет ли фугас в борт? В пробитии у ИС-2 не так все хорошо. Да, будет фугас, но только, обратите внимание, седьмого уровня проходит только в корму фугас. Так, здесь 850 хп остается. Гусь обращает внимание на более опасного защитника. Не обращает на нашего героя никакого внимания. Сейчас же попало в маску! Смотрите, с пробитием здесь ВБР на стороне, конечно, нашего героя. И минус, минус. И это определен на медаль мастера. 4400 урона и 1700 натанкованного. Ну, смотрите, наш герой играет без премиум аккаунта. Ребят, я рекомендую все-таки вам, по мере возможности, все-таки использовать премиум аккаунт для более эффективного фарма. Особенно на седьмых уровнях. Потому что седьмые уровни не отличаются какими-то жесткими коэффициентами фарма. В отличие от восьмерок и некоторых даже десяток. Ну, смотрите, как отыграла команда. То есть, у нас в команде 2 нуля и 2 танка у нас с уроном в 200 и 100. То есть, смотрите, у нас, по сути, улетело 2 нулевых. ЛТТБ стрельнул один раз и ушел. И КВ-3 тоже стрельнул, наверное, один раз, я так полагаю, в Т-34. Каким-то чудом он его пробил. И тоже ушел в ангар. А КВ-3 еще, получается, был стоковый, что ли? 289. Наверное, он был стоковым, да. ИСУ-152 тоже не отличился особой здесь эффективностью. Но хоть что-то мог защитник. Защитник 53% побед. А наш герой настрелял 4-400 и 1200 чистого опыта. 52% побед, не статист, но достаточно опытный игрок с 18 тысячами боев и золотой лиги. Ну, спасибо тебе за реплейчик. Присылайте, ребята, почаще такие реплеи. Всех опубликую, постараюсь. Подписывайтесь обязательно на канал Танкисты. Танкисты, все, всем пока. Будьте здоровы.